Книга Исфири рассказывает о войне. Эта война может происходить у христиан, и очень часто эта война может идти. Господь говорит о том, что в этом мире правит дух, действующий в воздухе, то есть дьявол. Именно поэтому, чтобы победить его и привести одного человека к Господу Богу, это огромная война. Именно поэтому Библия говорит о том, что такая война может происходить в нашей жизни часто. Когда мы ведем духовную жизнь, Иисус Христос живет в нас и начинает вести нас. Именно поэтому Аман, сын Амадафа, царь поставил его одним из самых главных правящих его страны. Для него убить иудеев — это не проблема. И был человек по имени Мардахи, который верил в Господа Бога, и царица Исфирь. Но в первой главе книги Исфирь рассказывается о том, что была царица по имени Астинь, и царь Артаксерц однажды устроил большой пир и позвал царицу Астинь. Царица Астинь была очень прекрасной, поэтому он хотел, чтобы царица пришла в царской одежде, и он хотел показать ее красоту всему народу, который еще не видел ее красоту. Он хотел, чтобы все его жители страны увидели красоту царицы, однако царица не послушалась и не пришла на зов царя. Царь разгневался, и тогда царь спрашивал у своих подчиненных, царица Астинь не пришла на мой зов, что мне сделать? Тогда кто-то из подчиненных сказал, царица Астинь, она сделала неправильно не только перед царем, но перед всей страной. Если царица Астинь не послушалась царя, если об этом разойдется слух, то царица не слушается царя, тогда все жены откажутся слушать мужей своих. Тогда это вызовет огромный гнев в народе. Поэтому Астинь, она совершила большое преступление перед страной, поэтому нужно убрать царицу Астинь, и царь должен выбрать себе женщину, которая намного лучше ее, и дать ей место царице. И тогда Астинь, она была избрана следующей царицею, а Астинь, это была двоюродная сестра Мардахия, у нее не было родителей, поэтому, когда Астинь была маленькой, Мардахий заботился о ней. И рассказывается, как Эсфирь стала царицею. После этого, как она стала царицею, два евнуха царского хотели убить царя, и об этом узнал Мардахий. И Мардахий сказал об этом Эсфире, и Эсфирь доложила царю. И когда поймали этих двоих евнухов, то действительно оказалось, что они хотели убить царя. И таким образом спасли царя. Ну, что потом произошло? Царь правил этой страной, и он поставил Амана, сына Амадаффа, правителем, чтобы тот управлял всей страной и дал всю власть над страной. Однажды Аман, когда выходил из дворца, то был еврей Мардахий. Все поклонялись перед Аманом, однако Мардахий не поклонялся. Люди спросили, почему ты не кланяешься? Тогда Мардахий сказал, я еврей, я служу не людям, а Богу. И тогда Аман разгневался. И сегодня мы утром прочитали о том, что убить одного Бардахия – это слишком мало. И поэтому предложили, что нужно убить всех евреев. Я это понравил Аману, и Аман сказал царю. В этой стране есть народ, который отличается обычаями, и им очень сложно управлять. Поэтому я дам серебро в казну. Давай истребим этот народ. Он, Аман, предлагает царю об этом. Тогда царь дает печать свою персень и дает Аману, сыну Амадаффу, вегьянину, и говорит, да, оставь это серебро. И, как угодно, душе твоей, сделай документ и поставь печать. И Аман собрал людей, провел совещание. И на 12 месяц, в 13 день, они договорились, что убьют Израиль. По-моему, с того дня 13 число стало негативным. И в месяц Адарра вышел указ о том, что уничтожили всех евреев. И в этот документ поставили печать царский. И отправили эту весть по всей стране. С того момента, что сделал Мардахей и Эсфирь? Об этом нам рассказывает Библия. Иисус умер на кресте. И одним приношением в Библии говорится о том, что наш грех был омыт. Я точно не знаю. Я очень мало знаю. Однако, поскольку Библия так написана, поэтому мы говорим, что Библия права. На сегодняшний день многие люди говорят, что слово Библии не является словом Бога. Они так говорят, потому что не читали Библию. Знаете, я часто говорю о том, что Корейская Библия состоит около 1800 страниц. Чтобы прочитать одну страницу, мне нужно 2 минуты. А чтобы прочитать 1800, тогда мне нужно 300-600 минут. Это, если перевести на часы, это 60 часов. Если в день читать по 10 часов, то за 6 дней можно полностью прочитать Ветхий и Новый Завет. Я целую неделю читал Библию несколько раз. Где-то 10 раз я читал Библию только Библию. Знаете, если 10 раз прочитать Библию, потом 20 раз, 30 раз прочитать. Скажу честно, я считаю, что ходить в университет – это важно. Но чтобы добиться успеха в жизни, нужно читать Библию. Если хорошо читать Библию, например, каждый день, если читать Библию, то можно прочитать 50 раз за год. Правильно? Можно прочитать 50 раз Библию. Именно поэтому, если так читать 4 года, тогда получается, что этот человек прочитает 200 раз Библию. Если 200 раз прочитать Библию, то психологически, со всех сторон, никто не сможет этого человека опередить. Потому что мудрость будет в нем, сила будет в нем. В нашем сердце, если есть страх, если есть переживание, то это происходит, потому что наша душа далека от слова Бога. Но если Слово Господа Бога будет находиться в моем сердце, то всякую проблему мы сможем решить. И сегодня, о чем я сегодня читал? Аман, сын Аман, сын Амадафа в Гигианин, он взял власть царскую, сказал царю, и он хотел убить всех евреев, поэтому он сказал царю. И тогда царь дал перстень свою и дает Аману. И говорит, все, что тебе угодно на душе, сделай. И тогда Аман, он бросил жребий и думал, когда же убить? И в 13-й день 12-го месяца он решил уничтожить всех евреев. И в 13-й день 12-го месяца он решил убить всех евреев, отобрать их имущество и дал такой указ. И на этот указ он поставил печать царя. И этот указ был передан в 128 областей. Именно поэтому 13 декабря все евреи должны были погибнуть. Такая ситуация возникла у евреев. Но, когда я читаю Библию, знаете, что я могу точно сказать перед Богом? Я не особый человек, однако также и в моей жизни, да, по-своему, были трудные моменты, такие ситуации, в которых мне было трудно пережить. Но, когда я открываю Библию, и когда мою историю соединяю с какой-то историей из Библии, то в Библии есть множество историй, примеров. Но интересно, какая-то история из Библии, она очень схожа с тем, что происходит в моей жизни. И тогда, если я поступаю так же, как написано в Библии, тогда Господь Бог одинаково решает мою проблему. Он решает мою проблему. Однажды в нашей церкви сестра занималась импортом товаров. Она покупала за границей товар. Потом она нарушала закон об оплате наклугов, и ее поймали за это. Эта сестра спросила у меня. Она очень подробно мне рассказала. Знаете, пастор, когда дает ответ, он не должен давать хороший способ решения проблемы, но должен показывать путь Господа Бога. Поэтому я сказал, «Сестра, делай так, как я тебе скажу. Ты не смотри на сотрудников таможни, но перед Господом Богом, не обманывая, расскажи обо всем, что ты нарушила. Не старайся заработать много денег, но если у тебя будет маленькая прибыль, тогда человек станет честным, трудолюбивым. Если много человек будет зарабатывать, тогда он очень легко станет ливнивым, и его жизнь испортится, поэтому не нужно так поступать». Я думал, интересно, эта сестра, она будет слушаться меня или нет? Но интересно, эта сестра, она подумала, «Я же должна служить слово пастор». И она перед таможниками все рассказала, о том, как она уклонялась от уплаты налогов, какие она сделала нарушения, обо всем рассказала. Интересно. Да, ей не помиловали, ей дали штраф в размере 700 тысяч долларов. До сих пор она не смогла все оплатить, поэтому где-то 100 тысяч долларов ей еще осталось оплатить. однако, после этого, пока шло время, год, два, три, четыре года, то в этой сфере все узнали о ней. Да, люди говорят, что она глупая женщина, зачем ты ей все рассказываешь, ведь можно уклониться от уплаты налогов. Но знаете, эта сестра говорит о том, что с того момента Бог начал ей помогать. И большие компании начали предлагать, чтобы она работала с ними. Ей начали предлагать работу. И тогда, за очень короткое время, ее компания возросла в огромные размеры. Знаете, когда я читаю Библию, я вижу, что в Библии есть разные примеры, разные случаи. Но та проблема, которая возникла в моей жизни, я должен найти этот же пример в Библии и потом прикрепить этот случай с Библией. Тогда Господь Бог одинаково будет действовать, как в Библии. Например, книга «Исфирь». Это тоже один из многих примеров. Когда мы передаем Евангелие, в нашей жизни могут быть гонения, могут быть трудности. Да, подобное у нас происходило часто. Но в Слове Бога я должен искать пример и должен решать честь с Библией. Каждый раз, когда были многие трудности, ни разу не было, чтобы я проиграл, когда соединяю мою проблему с Библией. Сегодня то слово, которое мы прочитали, это тоже из среди многих примеров, которые есть в Библии, один вариант просто. Смотрите, евреи, которые жили в царстве царя Артасикса, должны были погибнуть. И перед евреями есть два способа – убежать или же бороться. Библия. Очень интересно. Если убежать, тогда есть большая вероятность того, что их поймают и убьют. Может, кто-то спасется. И также, если бороться, то чтобы бороться, то с указом, в котором стоит царская печать. Артасикс поставил указ о том, что в любой указ, в котором стоит печать царский, если там будет стоять печать царя, то этот закон даже царь не может отменить. Даже сам царь не может отменить указ, в котором стоит его печать. И после того, как произошло подобное, что делает Мардахей с Эсфирью? Эсфирь находилась во дворце и услышала слух о том, что Мардахей наделал вредище и сидит у ворот царских. И Эсфирь думает, что же произошло с моим двородным братом, что он сидит во вредище? Во вредище невозможно войти во дворец. И поэтому Эсфирь послала людей с одеждой, но царь Мардахей не захотел одеть одежду, но говорит о том, что Мардахей хочет убить евреев. Он дал указ и говорит, попроси царя и спаси израильтян. И тогда, что говорит Эсфирь на это? Все знают во дворце, что если не быть позванным царем, то любой, кто придет, умрет. И только тот, которому царь прострелит свой золотой скипетр, останется жив. А я не звана к царю уже 30 дней. Как я могу пойти к царю? Вот о чем она говорит. Тогда Мардахей очень смело говорит. Не думай, что ты одна спасешься во дворце. Если ты промолчишь в это время, то спасение для евреев придет из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты достигла достоинства царского. Люди, люди... Да, хорошо, когда у нас есть хороший результат. Люди предпочитают, чтобы настоящий момент был лучше. Все это любят. Если есть трудная ситуация, то люди хотят, чтобы было хорошее положение. Да, до 13-го дня, 12-го месяца израильтяне смогут жить. Если сейчас по этих царю, тогда эсфирь может погибнуть. Поэтому эсфирь, она не торопится. Однако, Бардахей точно говорит о том, что если ты промолчишь сейчас, то спасение для евреев придет из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского. Смотрите, Бардахей очень точно говорит, что да, не думай, что ты от нас спасешься, потому что ты царица. Если пойти во дворец царя без приглашения, тогда я знаю, что погибнешь, но... Да, надо ли сказать, чтобы царь спас израильтяне, разве нет? Вот что произошло. И что тогда говорит эсфирь? Хорошо. Пойди собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте три дня ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду так же поступать. И потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну, так эсфирь принимает решение. Эсфирь народилась и три дня она худела. На третий день царица эсфирь оделась по-царски, одела венец царицы и направляется во внутренний двор царя. Да, получается, с улицы она должна войти во дворец. Вы представляете, как она переживает, как ей страшно, если царь вдруг находится на совещании с гостями из-за границы, тогда я погибну. Или же, если кто-то ушел на охоту, тогда что произойдет, если он совещается с кем-то, что тогда со мной будет? Но если погибнуть, то погибну. И ради спасения иудеев она идет к царю. когда я читаю Библию, знаете, на душе радостно. Почему? Потому что царь, находясь во внутреннем дворе царском, он сидел напротив входа. Он сидел прямо напротив входа. и вдруг открывается дверь. Царь удивился. Кто же это выходит без приглашения? Ведь тогда этот человек погибнет. Кто же этот человек? И царь удивился. Дверь открылась. И в первую очередь он увидел красивое платье эсфири. Платье большое. и поэтому он увидел сначала платье, потом эсфирь. И царь удивился. И эсфирь вышла к царю. И тогда царь немедленно простер золотой скипетр. И тогда она осталась в живых. Эсфирь потрогала золотой скипетр. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, правда ли это происходит или нет. И удивительная вещь произошла. Эсфирь прикоснулась к золотому скипетеру и эсфирь может остаться в живых. но проблема в том, что царица эсфирь что уже произошло с ней? Что пришла к царю? Хотя знает о том, что по закону если без приглашения прийти к царю, то погибнет любой человек, но рискуя своей жизнью. Она входит во внутренний двор царя. царю было любопытно, что же произошло? И поэтому царь говорит, что же произошло, что ты рискуешь своей жизнью и входишь сюда? мы бы сказали бы, ну эсфирь, рассказывай, что случилось? Однако царь не может так сказать, потому что он должен думать о своем месте и поэтому он спрашивает царица эсфирь, какая просьба твоя? какое желание твое? Даже до полуцарства будет дано тебе. И тогда эсфирь что говорит в ответ? Если я нашла благоволение, если ты любишь меня, то я приготовил для тебя пир. прийти вместе с Аманом. Смотрите, царица сначала была Астинь, а потом эсфирь. Астинь, хотя царь звал ее к себе, но она не пришла. А эсфирь же, даже зная, что это опасно для ее жизни, но она приходит к царю. И действительно, эта царица верит мне, она рискуя своей жизнью пришла ко мне. Наверное, с ней что-то произошло. И он спрашивает, что произошло. Однако эсфирь не отвечает и говорит о том, что я приготовила пир для тебя. И тогда царь приказывает. И над пир, в котором эсфирь приготовила, готовьтесь пойти, позовите Ама, Наташи. Итак, царь и Аман пришли на пир, который приготовил эсфирь. Да, приготовили вино. У меня, конечно, не вино. Он выпил вино. Да, царь не заинтересован вине в празднике. Он одно знает, что действительно у эсфири что-то произошло. Но она не рассказывает, что именно произошло у нее. Я бы на месте царя сказал бы, а ну быстро рассказывай, что произошло, потому что мне было бы любопытно. Но царь, он пил вино и спрашивает царица эсфирь, какое желание твое? Какая просьба твоя? Хотя бы до полуцарства она будет исполнена. Тогда я не знаю, как эсфирь сказала, о, классно, хорошо, или просто промолчала. Но потом эсфирь говорит, царь, если я нашла благоволение в очах твоих, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое, исполнить просьба мою, то пусть царь сама придет на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя. Я бы на месте царя, я бы сказал бы, а ну быстро рассказывай, что это такое? Ну, так закончился пир. Царь, он понимает, что точно у эсфири что-то произошло, есть какая-то проблема, однако, он никак не может узнать, что же произошло. Да, в жизни у эсфири точно произошла какая-то проблема, какая-то трудность есть, но что же это может быть? И в ту ночь царь не мог уснуть. Он не мог уснуть, и поэтому он вышел, сел на свое место, и тогда слуги подошли, встали перед ним. Поскольку было скучно, он приказал, чтобы принесли дневник и читали перед ним дневник. И тогда слуга вышел и начал читать, и говорит, такого-то числа предыдущий царь почил, а такого-то числа царь стал царем, и потом Гафах и Фарах хотели убить царя. Именно об этом начали читать дневники. И тогда царь вспомнил, а, точно, ведь Гафах и Фарах хотели убить меня, но Мардахей спас меня. А интересно, отдал ли я какую-то награду или дал что-то. По-моему, ничего не дал. И он спрашивает, какая дана получшесть и отличие Мардахею за это? И сказали ему, что ничего не сделано ему. Я не знаю, как говорят с царем в Израиле, но сказали, что ничего не сделано. Вот как. я ведь царь этой страны, человек, который спас мою жизнь, Мардахею, который спас меня. Если бы не Мардахея, я бы умер. Если бы не было меня в этой стране, тогда бы в этой стране произошел хаос, и я ничего не дал ему. Какую же награду дать ему? И тогда как раз во дворце пришел Мардахей, пришел Аман для того, чтобы попросить разрешения казнить Мардахея, и он приготовил дерево высотой 50 лохтей для того, чтобы повесить там Мардахея. И сказали об этом. И тогда сказали, позовите Амана. Аман вошел, и царь спрашивает у Амана. Есть человек, которого я хочу дать почесть и отличить. Что мне сделать? И Аман подумал со своим сердцем, ой, какая удачная ситуация. Да, царь мне дал свою печать, а вчера я был приглашен на пир царицы. Сегодня и также пригласил царица что же царь хочет мне дать. Да, да, кому кроме меня царь может оказать почесть? Что же у него попросить? Да, точно, я ведь все попробовал, однако я не надевал венец царский. Я все пробовал, но я не надевал царскую одежду. Я все пробовал, но я не ездил на конел царя. Поэтому Аман говорит, царь, человеку, которого ты хочешь отметить почестью, дай одежду царскую, венец царский, посади его на царский лошадь и дай самому уважаемому человеку твоему, и чтобы тот вел и говорил, так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. И царь подумал, Аман хочет одеть венец царский. Царь видит сердце Амана. Этот Аман хочет одеть царскую одежду. Он хочет ездить на моем лошади, он хочет забрать и мое место. Аман тотчас же возьмет дьяния и коня и сделает это Мардахею и дьянину сидящему у царских ворот. Ничего не отпусти из всего, что ты говорил и говори так же, как ты сказал. Тогда Аман подумал, ой, голова крушения. я пришел чтобы попросить у царя разрешение на казнь Мардахея, а он просит, чтобы я поступил так с Мардахеем. Знаете, я, читая ветки и Новый Завет в истории, я ни разу не видел, чтобы Господь Бог нарушил то обещание, которое дает нам. именно поэтому я верю в это слово, в эту Библию. В моей жизни также были большие и маленькие проблемы, но ни разу не было, чтобы Господь Бог отвернул свое лицо от меня, когда мне было тяжело, когда мне было тяжело, когда я был голоден, когда у меня были трудности, когда я был болен. Господь Бог, этот Бог, который много милостив, поэтому по обещанию сдерживал мне свое слово. После этого что делать Аману? Как сказал царь, он одевает Мордахея дает венец, сажает на коня и говорит так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью. Знаете, люди смеются над Амана. Аман он одел Мордахея в царскую одежду и теперь говорит подобные слова. Как смешно. Знаете, сделал один круг и так стыдно ему стало, но его семья говорит о том, что если Мордахея иудей, если он действительно иудей, если это тот, который верит в Бога, то ты не сможешь победить его, и ты упадешь перед ним. Не успели об этом сказать, и вдруг пришли люди и говорят, что это приказ царя, приходи на пир царицы. Но он думает, да, я пойду к царице на пир, которая приготовила царица для меня и порадуюсь. И поэтому он вышел, царь, он пьет вино и говорит царице Эсфирь, царица Эсфирь, какое желание твое, какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства она будет исполнена. и царица как обещала она отвечает, если я нашла благоволение в очах твоих, царь, если царю благоугодно, тогда будет дарована мне жизнь моя пожелания моему и народ мой по просьбе моей, ибо проданы мы, я и народ мой на истреблении, убиении и погибель, если бы мы проданы были бы в рабы и рабыне, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя. Тогда царь удивился и говорит, что? Кто этот такой и где тот, который отважился в сердце своем сделать так? Забрать у меня жизнь царицы и твой народ, царь спрашивает, царица и сверь, кто тот, который отважился в сердце своем сделать так? Где тот царь разгневался? Кто кто посмел убить, захотеть убить мою царицу и ее народ? И сверь тихо отвечает, враг и неприятель этот злобный Аман. Она указывает на Амана пальцем. Да, Аман он строил дерево для того, чтобы убить Амана. Мардахея я возвысил Амана, а он попытался убить мою царицу и так же Мардахея, который спас меня. Такой злой человек. Ты злодей. И разгневался. И он не может удержать свой гнев. Поэтому он вышел. Он не может его ударить кулаком. Поэтому разгневался и сказал, да, вышел просто. и сейчас Аман может погибнуть. И поэтому он приполз на коленях, припал перед эсфирью и просит, чтобы она спасла его. Но царь зашел и видит, что Аман лежит на руках у эсфири. И поэтому он говорит, даже и насиловать царицу хочешь в доме у меня. На самом деле, конечно, быть такого не может. Но люди пришли и накрыли лицо Аману. Потом один из евнухов царей пришел и говорит, вот дерево, которое приготовил Аман для Мардахия, говорившего доброе для царя. И царь говорит, повесьте его на нем. И поставили петлю и повесили Амана. Люди издалека думают, эх, Мардахий, наверное, погиб. Но потом они говорят, Мардахий ведь не был таким толстым. Да, пастор он полный, но Мардахий же не полный. Кто же это? Стойте, это же не Мардахий, это же Аман. Дорогие братья и сестры, мы, когда живем в этом мире, у нас бывают разные трудности, разные тяжести. И у меня было множество трудностей и препятствий в жизни. В 1962 году, когда я понял, что кровь Иисуса Христа омыла мой грех, я начал свидетельствовать о том, что кровь Иисуса Христа омыла наш грех. Многие люди хотели мешать мне, угрожали мне. Однако каждый раз Господь Бог защищал своей рукой у меня. Я видел, как Господь Бог помогает мне. Именно поэтому мы веруем в такого Господа Бога. Порой казалось, что нет путей, казалось, что мы погибнем, казалось, что у нас будут трудности. Однако, когда мы читаем книгу Эсфирь, что удивительно, Остень, она нарушила царский указ и поэтому избрали Эсфирь царицею. И Господь Бог, заранее зная об этом, Эсфирь, меняет Остень на Эсфирь. Когда у Эсфири появилась вера, чтобы спасти Израильтян перед царем, ей было страшно. Однако, именно для этого Господь Бог поставил меня царицею. Мардахей, мой дворный брат, был прав. Именно поэтому, когда она вошла в дом царский, то царь сидел прямо перед входом и их глаза встретились. Царица Эсфирь, что случилось, что ты пришла сюда? Ты ведь знаешь, что сюда нельзя. Что произошло, что ты вошла сюда? Да, зайди, входи. Когда мы читаем Библию, Библия говорит о том, что независимо от меня, может, я скверный, злой, но я решил, что я буду веровать в Слово Господа Бога. В 62-м году, до того момента, я сделал очень много плохих дел. В 62-м году, когда была гражданская война и прошло 12 лет, моя мать умерла. Тогда мне было 7 лет. И с 51-го года, 52-й, 53-й, 54-й, 56-й, 58-й, 59-й, 60-й, 68-й, 62-й, 11 лет после смерти моей матери, в моей жизни не было слова радости. Я не знал, что такое радость, потому что я никогда не чувствовал радость. Я не знал, что такое счастье. Я всегда был голодным. Я очень был голодным. современные дети, они очень сытые, поэтому они не хотят ломать свою душу. Но знаете, когда я был голоден, для меня ломать душу было очень просто. Если мне давали одну картошку, я делал все, что мне говорили. в 62-м году, в мае, мне было так тяжело, поэтому я хотел стать военным техником, но меня не взяли за то, что у меня был передний зуб сломан. И тогда я оказался в самом низу жизни. Среди 19-летних корейцев того времени я был одним из самых последних. 7-го октября рано утро я понял, что кровь Иисуса Христа мой грех омыт. А, мой грех был омыт. Знаете, я хотел закричать, что мой грех омыт. теперь я праведник. Я стал чист. Это было незабываемо. Перед Господом Богом я хотел пожертвовать, потому что я был очень благодарен за спасение. Однако у меня не было денег. Прошел месяц, прошло два месяца, но у меня даже не было одной копейки. я был готов своровать, чтобы пожертвовать Богу, но у меня не было средств. Именно поэтому я часто пел гимн, хотя плачу, но даже слезами я не могу благодарить Бога. Поэтому даю мое тело, потому что нет ничего кроме этого тела. Я пел гимны с такими словами. я хотел отдать мое тело. Мне было не жалко отдать себя, потому что я был слишком некрасивым. Да, куда использовать такого человека, как я? Стать пастором я даже себе вообразить не мог. Стать евангелистом я не мог представить, что стану евангелистом. На то время после гражданской войны многие мужчины погибли в нашей стране, и поэтому во многих домах жили одни женщины. Когда что-то происходит, я посещаю женщин, тогда я видел, что на стене появляются щели, и дым проходит в дом, и весь дом находится в дыму. Из-за того, что в крыше образовалась дырка, протекает, когда идет дождь, но из-за того, что женщины не могут отремонтировать крышу, они просто ставят ведра. И я подумал, что я смогу посещать такие дома и помогать им. И я думал, что до старости я буду посещать дома, где живут одни женщины, буду ремонтировать их крыши, и просто попрошу у них стакан воды. Я думал, что тогда я буду счастлив. Я думал, что я буду ремонтировать стены, крыши. Просто попрошу стакан воды и потом буду прощаться. И тогда женщины будут благодарить меня, говорить спасибо. И от одной мысли об этом я был счастлив. Я говорил, Господь, я ничего другого не умею. Однако, если Тебе, Господи, угодно, если я Тебе угоден, то я могу заниматься подобным. Хочу помогать. буду ремонтировать обувь детям. Буду убираться во дворе церкви, буду убираться в туалете церкви. Я решил отдать свое тело Господу Богу. И после этого много прошло времени, прошло больше 50 лет. Знаете, когда мне было 50, знаете, я думал, если я проживу до 60 лет, то мне нужно проводить порядок в моей жизни, поэтому я начал приводить порядок в жизни. Но мне было 60, я не умер. И 70 дней он не умер. Но я же не могу уже сам покушить самоубийством, поэтому я думаю, что я может проживу еще 10 лет. Знаете, когда я думаю о том, что Бог дает мне жизнь, порой слезы наверстываются. Кто я такой, что Господь Бог открыл перед мной двери Евангелия, возлюбил меня? Знаете, ни один человек меня не любил. Никто не заботился обо мне. Но Иисус же возлюбил меня и однажды я стал пастором. Какой я пастор? Как такой человек, как я, может стать пастором? Но Иисус Христос дал мудрость, чтобы я отправлял миссионеров за границу, чтобы мы проводили форум христианских лидеров, чтобы я основал хор Грачес, чтобы я верил в Господа Бога. И были враги, были трудности, однако Бог шел впереди меня и боролся за меня. Любимые братья и сестры, это Библия, это не просто история. Мардахей, Эсфирь, у них тоже были трудности. Также, когда мы передаем Евангелие, у нас бывают разные тяжести и сложности. Нам хочется избежать, нам хочется спрятаться, мы хотим остановиться. Но нет, ты мой человек. я люблю тебя, я забочусь о тебе, я буду вместе с тобою бороться с врагами твоими. До сих пор у меня были многие трудности, многие войны, но ни разу я не проигрывал. Библия очень ясно говорит и делает по слову. Порой, когда братья и сестры приходят ко мне, чтобы общаться со мною, они говорят, что у меня есть болезнь и рак, или у меня такая проблема, или такая болезнь. Я их очень внимательно слушаю и я начинаю искать в Библии такой вариант, который связан с этим человеком. Говорю, а, у этого человека ситуация, как у вдовы из Сарепты, или как у слепого. И выбираю подходящий пример, и потом говорю, что вот так Господь Бог говорит и будет действовать, верите в это слово, и тогда Господь Бог по слову начинает действовать. И я вижу, как братья и сестры чувствуют счастье. Один брат и сестра пришли из Хапчона, одна сестра рассказывала о том, что ее нервы, отвечающие за зрение, умер, поэтому врачи говорили о том, что легче мертвому жить, чем восстановить ваше зрение. Но у такой сестры я с ней встретился. Я сказал, сестра, веруйте в Бога. Для Господа Бога открыть вам глаза, это не проблема, это легко. Если Бог будет действовать, это просто. И Господь Бог хочет действовать у вас. Нужно веровать Слово. И я видел, как Господь Бог действует. И отец получил спасение, ее мама уверовала в Господа Бога, и они очень радовались. И они стали самыми счастливыми людьми в мире. Знаете, я вижу многие разных сестер, разных братьев, но Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. И Он хочет, чтобы мы передавали это драгоценное Евангелие. Иисус Христос умер на кресте и сегодня многие люди говорят, что они грешники. Иисус Христос умер на кресте, но если мы остаемся грешниками, это значит, что Иисус Христос провалил свою миссию на кресте. Многие люди читают Библию, однако обманываются и продолжают говорить, что они грешники. А если мы говорим, что мы праведники, что у нас нет греха, тогда называют нас еретиками. Все будут нашими противниками. Однако это Евангелие, которую мы передаем угодно Господу Богу. Именно поэтому я верю, что Он будет совершать это Евангелие. Я сказал, сестра, попробуй пойти к твоему отцу. родители развелись. Я знаю ее отца, сестра. Она жила с отцом как со врагом, но она пошла и сказала, пастор сказал, чтобы я пообщалась с вами. И знаете, очень тепло они смогли пообщаться. И я сказал, что я хочу встретиться с ее отцом. Внутри нас живет Господь Бог. Хотя немощные, но мы немощные. Хотя мы кажутся слабыми, но мы не слабые. Хотя мы кажутся некрасивыми, но мы некрасивые. Мы те, которые живем в честь Иисуса Христа. Все наши переживания, весь наш страх. Все евреи, когда оказываются на улице, то они видят указ царский, в котором говорится о том, что в месяц Адара Тинадцатый день нужно истребить всех евреев. Да, евреи хотят сорвать этот указ царский, но однажды Мардахей после смерти Амана сверстя слезами пошла к царю и просит, чтобы отменили этот указ. Однако царь говорит, что это невозможно. Почему? Потому что в законе нашей страны если в указе будет печать царский, то даже я не могу отменить этот указ. именно поэтому и ты тоже напиши новый указ. И перстень, который был в руке Амана, попал в руке Мардахея. И говорит о том, что давайте тринадцатый день в месяц Адара евреи мы соберемся и уничтожим всех наших врагов. И такой указ был издан. и один документ говорит о том, чтобы убили всех евреев в тринадцатый день месяца Адара, а другой указ о том говорит, чтобы мы убили врагов. И чем первый указ? Да? Во втором указе есть больше силы. Правильно? Все хотят стать иудеями. И написано, что люди хотели стать иудеями в тот месяц, в тот день. Знаете, люди ездят на машине, ездят в хорошей машине, зарабатывают деньги, и когда видят таких людей, то и спасенные люди начинают видеть только людей. Однако, если читать Библию, то мы сможем увидеть и Бога. Если мы будем смотреть на Господа Бога, то человеческое оно не будет никакого иметь значения для нас. да, Он может и мертвых оживить. Бог, Который помогает. Именно поэтому, когда я читаю Библию, знаете, мне вдруг становится хорошо, я начинаю смеяться, ха-ха-ха. Такое драгоценное слово Господа Бога есть в 66 книгах Библии. Мы, если будем Мордахеями, если мы станем Исфирью, то если мы Его кровью получили прощение грехов, если кровь Иисуса Христа омыла наш грех, если человек принимает это слово, то Бог будет нас защищать, будет помогать нам. Я передаю это Евангелие. Завершнего дня у нас в Корее будет большой библейский семинар. Для того, чтобы передавать Евангелие, мы проводим семинары. И Бог за меня, и я за Бога. и чем мне копить имущество, собирать что-то. Лучше, чтобы Бог защищал мою старость. И поэтому я не собираю даже копейку для себя. я живу ради Господа Бога. А Бог заботится обо мне. И мой сын также. Я не старался, чтобы ему было хорошо. Я не старался, чтобы моя дочь стала хорошей. Чем если я буду воспитывать моего сына, лучше если Бог будет его воспитывать. Чем если я буду воспитывать мою дочь, лучше Богу воспитывать мою дочь. Именно поэтому видя, как Бог ведет моего сына, видя, как Бог ведет мою дочь, я поручал Богу. И также когда я вижу, как Бог ведет наших братья и сестер, я благодарен. Среди нас до сих пор есть те, которые не верят в Господа Бога, которые оставили Господа Бога и человеческими способами, человеческими путями поступают. Давайте оставим наши человеческие способы и будем следовать за Господом Богом. Тогда вы сможете стать эсфирю нашего времени. Вы сможете стать мардахиями нашего времени. И я верю, что благодать и премудрость Господа Бога будет переполнять вас. Господа Бога 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 Субтитры создавал DimaTorzok